Имя Отца и Сына, Святого Духа, Аминь. Святитель Иоанн Златоуст в беседе по случаю бегства и в тропе говорит нам о том, что богатство это приходящее все. Богатство есть не только беглый раб, но и человекоубийца. Оно не только оставляет тех, которые имеют его, но и убивает их. Когда кто заботится о нем, тогда особенно оно их предает его. Для чего ты заботишься о богатстве, которое сегодня у тебя, а завтра и у другого? Для чего заботишься о богатстве, которого никогда нельзя удержать? Хочешь ли сберечь его? Хочешь ли удержать его? Не зарывай его, но отдай его в руки бедных. Богатство это зверь. Если удерживают его, то оно убегает, а если расточают, то остается. Расточил, говорится в Писании, раздал нищим. Правда его пребывает вовек. Псалом 111, 9 стих. Расточай, чтобы оно оставалось, не зарывай, чтобы не убегало. Многие осуждают меня, постоянно повторяя, что я нападаю на богачей. Но и они всегда нападают на бедных. Я нападаю на богачей, но не на всех богачей, а на тех, которые худо пользуются богатством. Я всегда говорю, что обвиняю не богача, но грабителя. Иное дело богач, иное грабитель. Иное достаточное, иное корыстолюбивый. Различай предметы и не смешивай того, чего не должен смешивать. Ты богат, и я не препятствую. Ты грабитель, я осуждаю. Ты владеешь своим, пользуйся им. Ты похищаешь чужое, я не молчу. Хочешь побить меня камнями, я готов пролить свою кровь. Только бы остановить твой грех. Я не забочусь о ненависти, не забочусь о вражде. Об одном только забочусь, о преуспеянии слушателей. И богачи мои дети, и бедные мои дети. Одна и та же утроба произвела тех и других. При одних болезнях рождение родились те и другие. Итак, когда ты нападаешь на бедного, я обвиняю тебя. Это не столько вред для бедного, сколько для богатого. Ибо бедный не получает никакого важного ущерба. Он терпит только денежной убыток, а ты терпишь в лето душе. Кто хочет, пусть поражает меня. Кто хочет, пусть побивает камнями. Кто хочет, пусть ненавидит. Злоумышления служат для меня залогом венцов и число ран, числом наград. Так я не боюсь злоумышлений. Одного только боюсь греха. Только бы во грехе не уличил меня кто-нибудь. И тогда пусть враждует против меня вся вселенная. Эта вражда делает меня более славным. Этому вас и хочу я научить. Не страшитесь злоумышлений человека сильного. Не страшитесь силы греха. Человек не причинит тебе вреда, если ты не поразишь сам себя. Если у тебя нет греха, то пусть угрожают тысячи мечей. Бог спасет тебя. Если же у тебя есть грех, то хотя бы ты был в раю, будешь извержен. В раю был Адам и пал. На гноище был Иов и увенчан. Какую пользу принес тому рай и какой вред причинил этому гноище. Против того никто не злоумышлял. И он пал. А против этого дьявол. И он увенчан. Не отняли ли у него дьявол имущество, но не отнял благочестие. Не лишил ли его детей, но не поколебал веры. Не растерзал ли все тело его, но не нашел сокровища. Не вооружил ли его жену, но не поверг воина. Не пускал ли в него стрелы и копья, но он не получил ран. Придвинул орудие, но не поколебал башни. Навел волны, но не потопил корабля. Соблюдайте же этот закон, увещевая вас. И ног ваших касаюсь, если не рукою, то мыслью и проливаю слезы. Соблюдайте этот закон, и никто не причинит вам вреда. Никогда не ублажайте богатого, никогда не считайте несчастным никого, кроме находящегося во грехе. Ублажайте того, кто в праведности. Не свойство вещей, но душевное расположение людей делает и тем, и другим. Итак, доколе деньги и доколе серебро, а доколе и золото, доколе возливаемое вино, доколе и ласкательство слуг, доколе увенчанные чаши, доколе пиршество сатанинское и исполненное дьявольской деятельности. Разве ты не знаешь, что в настоящей жизни есть путешествие? Разве ты гражданин, ты путник? Ты не гражданин, а путник и странник. Не говори у меня такой-то и такой-то город. Ни у кого нет города. Город горе, а настоящая есть путь. Ни у кого нет города. Так как мы путешествуем каждый день, пока движется природа. Если такой, который на пути откладывал бы деньги, если такой, который на пути зарывал бы золото, когда ты войдешь в гостиницу, то скажи мне, украшаешь ли ты ее? Нет. Но ешь и пьешь и спешишь дальше выйти из нее. Настоящая жизнь есть в гостинице. Мы вошли в нее и оканчиваем настоящую жизнь. Постараемся же войти с доброй надеждой. Ничего не будем оставлять здесь, чтобы не погубить там. Когда ты войдешь в гостиницу, то что говоришь слуге? Смотри, куда положить вещи, чтобы не оставить чего-нибудь здесь, чтобы не пропало что-нибудь, ни малое, ни пустое, чтобы все принести нам домой. Так и мы в настоящей жизни будем смотреть на жизнь, как на гостиницу. Ничего не будем оставлять здесь, в гостинице. Но все понесем в отечество. Ты путник и странник, или лучше, ты менее и путника. А как это? Путник знает, когда он входит в гостиницу и когда выходит. Ибо он властен и войти и выйти. А я, входя в гостиницу, то есть настоящую жизнь, не знаю, когда выйду из нее. Иногда я приготовляю пропитание на долгое время. А Господь внезапно взывает ко мне, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Лука 12 глава 20 стих. Неизвестен выход, непрочность и жанья, тысячи стремнин со всех сторон волны. Зачем же ты беснуешься вокруг теней? Зачем, оставив истину, прибегаешь к теням? Что же скажешь нам делать? Одно делай. Вознавидь деньги и люби свою жизнь. Отвергни имущество. Не говорю все, но отделись лишнее. Не желай чужого, не обирай вдовицы, не похищай усироты, не овладевай их домами. Похищай не землю, а небо. Царство небесное силою берется. И употребляющие усилия восхищают его. Матфея 11 глава 12 стих. Господу нашему слава во веки веков. Аминь.